Здравствуйте! 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 Добрый день! А где ваш напарник? Я сегодня один. Это вы звонили? Да, я звонил. Все нормально, вы говорите, давайте пошли. Хотел бы вы говорите, что водитель, хотим на протокол на него поставить. Я думал, в аспект. Нет, я не могу. Ну, конечно, приведите у нас вот это. Ну, мы знаем, да? Давайте их, конечно, выдернем. Они там все сидят. Они знают, что там на вакуру, когда он приезжал. Со стороны у них протокол. Это просто человек вышел давно. Мы ждем сами его, чтобы он хотел. Мы хотели для вас зафиксировать. Но, к сожалению, водителя не видно. А ну дай мне ключ, я сейчас сам зафиксирую. Нет, вопрос зафиксировать можно. Водителя мы хотим идентифицировать. Водителя не видно. Это можно найти. Мы можем с управления выделить. Да, я понял. Или на них протокол составить постановление. Это служебная машина. Ну классная. Да, дай мне ключ. Сейчас, значит, будем действовать. Они у тебя. Неужели? Ключ дай, пожалуйста. Не фиксировать не получше. Ну, говорят, до 2012 года. Ну, пойдем. Ключ дай мне, пожалуйста. Ключ дай мне, пожалуйста. Ключ, да. Да мне дай регистратор. Я забыл. А вы только же... Ну, вы только что протоколы? Это же никак не предупреждение, не извините, не перепортите. Тут 10 метров не выдержал прилегающая территория при повороте. 15-9. 10 метров. 2 метра от здания должен стоять. У вас, пожалуйста. Чуть знает. Ну, или 15-9, 10 метров приплываются. 10-2 нарушения как минимум. Правильно? Правильно. Ну, 2 метра от здания должен стоять. Правильно. Чтоб коляска проходила. Это так делают, что там, чтоб коляска уже от проходила. Ну, 2 метра от здания, ребята. Ну, нет, я на здание. Если это столб, то столба. Если вот забора, то забор. Дебята, меня знают, что штрафовали. Поэтому 2 метра в курсе. Надо чаще людей штрафовать, они тогда правила лучше. Ну, нет. А вы ответите? Мы по этому и приехали. Мы забьем, чтобы его штрафовать. Полиция говорит, нет. Мы там уже вынесли постановление. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. 18-37 автомобиль. Вы подошли, подкрыли. Чего вы? Ну... Он лежал, что на колесе нет. На колесе. Он лежал, что на колесе нет. На колесе. Бегу быстро. 18-37. Можете позвать того, кто его припарковал? Он уже уволится. Ахахаха. С этим числом, да? На кашани зачем? Ну, у вас же есть какая-то. Дам или кому? Я так и не понял. Я понял. Ну, позовите их всех, наверное, или как-то. Ну, у вас же тут есть камеры? Кто конкретно сегодня дежурит? Кто сегодня закреплен? Сегодня не просто там несколько человек. Конечно, за той машиной уже закреплен весь отдел. Халяда в том числе. Он дома отдыхает? Да, просто автомобиль припаркован с нарушениями. Надо его переставить. Да. Хотя бы вызовите какого-то водителя дежурного, чтобы он мог переставить служебные транспортные средства. Если уже того человека... Не, ну какого-то дежурного... Ну, эвакуатор-то даже... Хотя бы позвать, чтобы в данном случае не эвакуатор вывез, а переставил транспортные средства, чтобы не нарушал право дороги. А как будет по поводу... Все. А сейчас лексус придется... А как по поводу наказания водителя? Нет. Это уже сейчас нам будет составлять. У меня товарищ оставил машину. Подождите секундочку. Ну, допустим, я не знаю. Вопрос эвакуатор вряд ли может служебную машину забрать. Это вряд ли. По закону. Я очень сомневаюсь, что он может забрать неконечную машину. Но то, что у него постановление... Ну, давайте на кого-то накажем. Как так? Получается, он спит дома. Машина его мешает. И те отмывайте. Как обычно. Как обычно. Я сейчас на первый раз так присутствовал. Я поэтому... Смотрите, в чем вы делаете. Постановление, получается, для человека выписать нельзя. Правильно? Правильно. Но, учитывая ситуацию, что данная машина является собственностью государства, мы можем выписать штраф постановления на руководителя этого человека. Кто за него несет ответственность? То есть, давайте вызовем просто руководителя этого человека, он к нам придет, и мы с ним... Они же тоже тут юридически все подкованы. К сожалению, мы так не сможем сделать, потому что человек... Юрлицо несет ответственность административную за данное правонарушение... Вы же можете писать предписание и протоколы? Вы же можете наказывать дорожную службу за ненадлежащее состояние дороги? Я в яму влетел... Именно я могу по этому поводу только написать раунд и попросить, чтобы это исправили. И все. Это уже суд, что это получается цивильным процессуальным. Хорошо. В данном случае получается... Мы можем зафиксировать. Они могут безнаказанно нарушать, и мы не можем на них составить постановление, потому что они что? Это интересный вопрос. Смотрите. Ну, мы как полномоченные лица на рассмотрение дел по запаспочению и непоспайке дорожную руку. Слушай. Это стоит насчет? Нет. Мы должны объективно разобраться. Если это добро нарушение сделано было по причинам служебной необходимости, то тогда, конечно, мы не вынесем постановление. Смотрите. Служебная необходимость подразумевает... Мы должны выяснить. Правильно. Я вам объясню. Это не может быть служебной необходимости по одной простой причине. Если бы данный автомобиль был припаркован с выполнением служебных каких-то дел, у него бы горел бы проглесковый маячок. Он сейчас не горит. Не факт. Он мог сесть. Не мог. То, что не служебный, мы выяснили. Потому что человек отсутствует, отдыхает уже. Здесь один фактор, который заявили, что водитель этой машины, он спит дома. Отдыхает. Это уже все. Это грубейшее нарушение. Он поставил с нарушением и ушел. Он уже не может идти речь. Нет. Ребят нечего давить. Я предлагаю просто добиться, чтобы вышел руководитель данного человека. Кто? Он же кого-то подчиняется явно не дежурному этой дежурной части, которая закнулась и сам не знает, что делать. Выйдет его руководитель или пояснить. Пошел человек искать, да? Того, кто перепаркует. А подскажите, с кем можно пообщаться по поводу руководства этого человека конкретно? Я так понимаю, вы его телефон не дадите. Хотя пусть сообщит, чтобы вышел. Кого-то старшего пусть выйдет. Совершенно верно. Да. Было бы неплохо. Он бы нам пояснил. И если он готов там взять вину на себя, мы поставим протокол, постановление и пусть он идет оплачивает. Пусть будет честно по закону. Ну конечно. А как? Они проходятся как хотят. Просто обычные люди несут ответственность и должны нести. А разве он не скажет, ну я виноват. Нет. Может он скажет, что он за него. Я думаю, что руководитель, вы же знаете сами в полиции тоже так, руководитель априори несет ответственность за свою подчиненку. Поэтому я конечно не думаю, что он за 40 минут до Это дисциплинарная ответственность. То есть там уже рассматривают. Значит вызвать и постановление привлечь. Ну а как так? Это скорее всего только мы можем рапорт по этому поводу и передать через им это рассматривать. Да. На наше начальство. На наше можно наше. Да. И по рапорту уже можно будет как только он выйдет с дома написать на него, то есть установить личность человека. Вы можете сейчас установить личность человека. Написать рапорт, что означает отсутствие. А потом, когда он выйдет с выходного или еще комната, его можно будет вызвать в департамент полиции. Он придет и по данному факту будет составлен административный материал. Правильно понимаю? Да, потому что уже доказательная база будет. Будет зафиксирован, что автомобиль стоял. Я думал, что у него будет рапорт такая, что служебный транспортный завт, который принадлежит такому вот такому предроздию. И а кенька рувался таким таким человеком? Нам же законодатель подтвердит, кем он рувался. Правильно? Ну если он скажет. А как? А как? Они по сменам выдаются. Потому что пять человек и управляют. У них есть журнал, который они вносят. Ну вы же тоже, наверное, вы же не можете просто машину взять. Все, кто в машине, все записаны за двумя человеком. Два водителя. Я, честно, не знаком с их деятельностью. Не знаю. С ГАИ? Ну, как бы знакомы. И здесь, как в университете, за три месяца довезли. И то, что вы там учили, да? Да, то это вообще небо и земля. Ну, хотя бы так проводилось раз в год. Ну, хотя бы три месяца. Здравствуйте. Кто хотел вас видеть? А вы кто? Я замкомандира батальона. Добрый день. Сержант полиции Афонов. У вас транспортное средство перед вашим зданием. Припарковано с нарушением правил дорожного движения. Три. Ну, по крайней мере, вот я вам одно назову. Это невыдержанная дистанция 10 метров от поворота до прилеглой территории. То есть я вас попрошу вызвать дежурного водителя, чтобы он переставил данное транспортное средство согласно правам дорожного движения. И информацию на человека, который нарушил ПДД. Составить протокол административный. Человек после сута. А? После суток. Ну ничего. Нам информацию. Ребята рапорт составят и передадут в ваше управление, чтобы потом составить. Мы доказательную базу. Не. Ну что значит разъяснить? Ну я после суток его дергать не буду. Не. Информацию о нем. Кто такой? Мы понимаем, чтобы ребята в рапорте отразили, что данным автомобилем керував какой-то водитель. Правильно. Так мне же надо установить, кто управлял. Установить. У вас журнал есть? То ли старший дежурный, то ли помощник дежурного. Ну это сейчас возможно установить? Так они все отдыхают сейчас? Вы сказали конкретно человек отдыхают? Все? Ну конечно они после суток. Но у вас есть видеонаблюдение. Можете посмотреть кто подъехал? Нет видеонаблюдение. Хорошо. Вы можете у вас есть журнал? У вас что машину берет каждый кто захочет? Они закреплены все за машиной. Правильно. За кем последним закреплена? Кто им пользовался? Ну по списку. У меня вся дежурная часть ездит на машине. Вы можете список предоставить имя, фамилию человека? Я же не знаю. Мне же надо человека опросить кто на ней ездил. Хорошо. Кто ее поставил там. Или на ночь ее ставили туда. Я не понимаю. Вы сейчас просто стройте себя извините меня не специалистов. Вы человек который это ваши непосредственные люди. Вы их командир. Вы не знаете кто на этой машине последний приехал сюда. И где он находился перед этим. Где он работал. Все закреплены за машиной. То есть кто из них поставил эту машину? Кто все? Два человека? Два человека да. Да. Они отразят у себя в рапорте. Эти две фамилии. Подадут. И также имена тех кто припарковал вот эти Нивы. Которые стоят тоже вплотную к зданию. Нивы это вопрос не ко мне. Ну хорошо. Мы доберемся до того кто. Давайте по вашей части решим а потом по Нивы. Да решим. Вы не согласны с нарушением что стоит подводный автомобиль? Я хочу идентифицировать. Можете написать заявление мы рассмотрим. Вы не помните. Да вот уже полиция приехала составить административное постановление. Правильно. Если будет нарушение мы составим. Зачем вы? Вот люди которые занимаются. Нам не надо вы. Нам надо они. Вы нам не нужны. Мы видим как вы работаете. Как вы паркуетесь. У вас под носом. Ваши подчиненные плюют на ПДД. И вы мне рассказываете что вы разберетесь. И это ежедневно происходит. Ежедневно. Я понимаю. Поэтому уже нарушу. Его ставить нет. Нарушать можно? Мы же его не можем поставить. Он дает право нарушать или нет. То что это патрульный автомобиль. Вы своим подчиненным даете право нарушать. В связи с тем что у вас здесь нет парковки. Я как гражданин когда к супермаркету подъезжаю и там нет парковки. Я имею право нарушать. Потому что нет парковки. Мне дает. Если нет знака то. Какого знака? Есть ПДД. Вы ПДД учили. Так автомобиль нельзя ставить на перекрестке. Потому что надо открыть ПДД и просто его прочесть. Ну что там за нарушение скажи. Вы не знаете что это за нарушение. Вам уже полиция приехала и сказала. Все равно. Давайте мы перейдем к идентификации тех людей. Кто припарковал. Мы просто как граждане. Как общественность не хотим чтобы ваши сотрудники избежали наказания. Все. Это всего лишь только это. Все. Вам претензий нет. А не заплатишь штраф за это? Конечно. Вы даже сами когда говорите это не верите. Я хочу чтобы этим занималась полиция. Мне не надо ГАИ. Я знаю как ГАИ работает. Будьте любезны предоставьте информацию. Не так сложно. ГАИ тоже составляет. ГАИ. 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 И вот этот автомобиль перегоните, имейте совесть. Люди ходят по улице, ругаются на вас. Что правильно? Выездные сотрудники, сейчас они находятся у нас. Вот где сейчас ему поставить машину днем? Вы сами видите, что говорится на парковке. Вот они приехали с ДТП, где машину поставят? Когда меня штрафовывает ваш инспектор, его вообще не интересует, где я стою. Да какая разница? Впереди парковка у вас. Впереди парковка. Впереди парковка вся занята, вы проедете. Почему это должно быть? Когда я еду по работе и целый день мотаюсь с курьером по городу, никого это не интересует. Почему у меня проблемы ваших конспекторов должны интересовать? Он нарушил ПДД. Он должен запустить штраф. Когда он ко мне подходит, ему присутствуют штрафы. У него много дел, но негде перепарковаться. Капец. Я на 101% уверен, что это не есть. Нет, я говорю не следует. Когда есть места, люди принципиально, если он поставил машину на пешеходном переходе, вопросов нет. Виноват, да. А сейчас не виноват? Он сейчас не виноват? Он сейчас не виноват? Это не нарушение? Город забит. Нет. По-вашему, это не нарушение сейчас? Да. А какое нарушение? Кому она реально мешает? Это служебная автомобиль. Я ночью 200 еду, никому не мешаю по городу. Это нормально? У нас нету. Вы нарушил закон? Я возьму, как наша территория является, прилегающей или не прилегающей территорией, проезд у нас. Столько лет вас это не интересовало, вам было все равно, вы плевали на всех, как хотели. Сейчас вы решили, когда вас уже реформируют, наконец-то вспомнить, что можно взять раскадровку и узнать, какая же у нас территория, поставить знаки надлежащие. Ну вот тут так вот, так заработаем, нет у нас парковки. У вас стоит джип здесь, джип у вас стоит, нормально припаркован, ему есть место на вашей территории. А патрульному автомобилю места нету, зато джип руководства есть место прямо на территории. Ему тоже срочно на джипе, на ДТП выезжать или куда? Джип уберите, поставьте патрульку, имейте совесть, не нарушайте ПДД. Как еще объяснить? Я на улице жду, пока вы перепаркуете машину. Покажи, пожалуйста, вот это, вот это, покажи. Вот джип стоит, пожалуйста, ему есть, вот это покажи машину, вот это. Вот тут же вот гараж, смотри, ну пусть заедет туда. Это полицейская, вот стоит, пожалуйста, ему есть место, патрульский нет, вот эти покажи, пожалуйста, машину. Вот стоят, заехал колесом, посмотри, колесом в дом упал уже, вон стоит. Уже упал в дом, провалился. Мог бы заехать кому-то на голову, на балкон. Каждый год. Каждый год. Каждый год. Если водительского послуживания нету, то тогда за руль этого транспортного средства вы уже все пустите. Нет, у меня водительского есть. При себе? Да, при себе есть. Меня же сказали перегнать, чтобы на транспортное средство не мешало. Покажи, пожалуйста, чтобы у вас была нарушена. Без проблем, ребят. Да, да, я просто, что без проблем, ребят. Я как бы всегда документы с собой. Да нет, я просто, что не был. Котирование, да, с собой не было. Ребят, переставляйте. Переставляйте. Да. Да. Там, в людях, в Радсайне, в Агарате, это всё... Ну, в самом деле, в Радсайне... Да! Да. Вы знаете, там в Радсайне в Агарате это всё... Ну, в стандартном доме. Я здесь... Вот там даже тут есть, да, еще от него. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok